всем привет здравствуйте сегодня мы будем рассказывать вам про азы стрейфа будем говорить о том как сделать первый прыжок правильно как как его исполнить технику первые прыжки первый набор скорости в общем то все что вам нужно для того чтобы начать проходить любую карту то есть такие базовые вещи которые пригодятся только что скачавшему человека дифраг дифраг естественно наши обе сборки можно скачать видео которые были до этого собственно они лежат в первом и втором видео я их добавил в описании там ссылочки есть найдете их в общем наверное будет здесь же тоже под этим видео будет ссылочка на скачивание дифрага сборки моей и вуде в этом конкретно видим хотели бы помочь новичкам как бы преодолеть тот барьер между тем что ты ходишь просто пешком и ты набираешь скорость прыгаешь так то что как бы делаешь то что задумано этой игрой скорость как бы вот и с чего бы хотелось бы начать наверное сначала наверное да да а начало каждого прыжка это circle jump это такой прыжок который самый первый самый достаточно сложный для новичков технологию этого прыжка мы сейчас расскажем в принципе что он из себя представляет представляет из себя прыжочек такого типа приблизительно на 590 юнитов это такой среднячок прыжок заключается технология в том что допустим вы карта начинается не вот там где-то вот здесь старт вам нужно идти вон туда вы разворачивайтесь спиной к дорожке но это лично я так делаю вы можете это делать не так можно развернуться и как-то вот так вот но смысл в том что вы должны будете на земле набрать скорость примерно по вот такой вот траектории и прыгнуть в момент разворота то есть момент когда вы развернулись приблизительно вот так вот то есть но лицом уже туда куда вы хотите прыгать и нажать прыжок весь секрет в этом заключается набор скорости на полу вы должны настолько чувствовать движение своей модельки по полу вы должны набрать максимальное количество скорости в которой возможно набор набор на земле именно этой скорости напоминаю что просто кнопки w вы набираете 320 юнитов и но если не двигать если мышь естественно чуть быстрее вот можете наблюдать в левом слева у меня скорость отображается в юнитах как раз под двумя таймерами и заключается идея в том что вы должны набрать приблизительно сколько там будет было 400 497 вообще максимально но как правило она составляет около 490 то есть вы надо стараться ввести в мышку достаточно плавно и достаточно быстро для того чтобы скорость постоянно набиралась в итоге у вас в среднем будет получаться circle там ну как для новичка допустим от 520 до 550 потом все равно высок там будете это все чувствовать все больше и больше модельку и будет естественно сам circle расти но вообще можно спариться его отдельно просто наиграть чтобы уже он был готовый так сказать можно по выписывать вот такую восьмерку и посмотреть с какой скоростью вам нужно двигать мышь чтобы скорость была как раз у меня можно заметить там 480 470 но 490 это в принципе руками ты почти идеальная ну да делать там 470 480 довольно хороший циркл жамп у вас получается секрет еще в том что нужно мышь будет вести вам достаточно быстро но делать это нужно не рывками вы должны вести мышь с одинаковой скоростью но эта скорость должна быть довольно высокая ну-ка естественно зависимости от вашего сенса сенсы вашей мыши то есть здесь конечно по желанию но что у меня что у вуди она довольно низко ну здесь как ни крути все равно будет в среднем у всех одна скорость ну для хорошего серкла да вы просто должны ее найти напоминаю что сейчас я умру напоминаю что траектория вашего прыжка приблизительно быть должна похожа на половину окружности половину круга точнее на окружности вот и набираете вы на земле скорость таким образом сначала вы естественно вот вам надо прыгать туда устаёте спиной я вам рассказываю как делаю лично я это вы нажимаете кнопку w набираете максимальное количество юнитов этой кнопкой 320 но это происходит за считанные миллисекунды то есть это довольно быстро после чего вы подключаете к этой кнопке кнопку там допустим либо вправо либо влево куда вам удобнее и начинаете двигать мышь вот примерно так это выглядит кнопки на экране вы можете видеть меня прям под прицелом это не мигают сначала кнопка вперед потом кнопка влево и поворот тут же самый в этот же момент как только нажимаю кнопку лево я добавляю еще движение мыши да и в тандеме это все происходит в принципе достаточно быстро и так даже если вот за кем-то смотреть кто как делает это можно даже не всегда заметить то что человек началь жмёт кнопку вперед да это очень важный момент потому что если начальная скорость должна быть у вас потому что если делать это сразу кнопку а и д вы не развернетесь так на земле то есть прыжок будет намного хуже что свидетельство от 570 вот это я две кнопки сразу отжимаю 501 что если я делаю уже ты уже матерый тебя даже неправильно не получается да 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 ну вот 600 значит что касается прыжка естественно как только вы набрали определенную скорость на земле вам придется очень довольно так посидеть потренироваться именно с этим движением это не каждому дается то есть если вы у вас не получается там первые две недели это нормально а вообще мы прикрепим наверное как список карт или ссылки на карты где можно потренировать конкретно вот первый прыжок до отберем и прикрепим чтобы вам было проще обязательно это все появится в описании после чего естественно как только вы набрали скорость на земле вы развернулись уже лицом в ту сторону куда вы прыгаете вы должны прыгать вы нажимаете прыжок то есть вы набрали максимальную скорость на земле вы развернулись лицом сюда вы нажимаете прыжок и продолжаете вести прицел Уже зажатый кнопкой W и кнопкой A Ну, лично в моем этом случае И так То есть вы продолжаете вести прицел В ту же сторону На этом первый прыжок При вашем приземлении на землю Он завершен Дальнейший Стрейф уже на ВУДе Рассказывай Дальнейший стрейф То есть вы Так Совершив первый прыжок Вы начинаете совершать Массу действий сразу В среднем получается Поскольку там, ты говорил, по три Три действия Одновременно вы делаете Вы жмете Вперед и в сторону Допустим влево И нажимаете прыжок Жмете вперед, в сторону, вправо Нажимаете опять же прыжок После первого прыжка По сути вам нужно сделать Три действия одновременно После приземления первого прыжка Вам нужно первое Это поменять кнопку стрейфа То есть вы стрейфили влево Теперь вы должны стрейфить вправо То есть вы, не отпуская кнопки W Жмете кнопку D В этот же момент Во время приземления Вы жмете прыжок Это второе действие И третье действие Замечу, они все должны быть одновременны Двигайте мышь В ту же самую сторону Вот так, как это делает сейчас ВУДе Это уже тут много Если делать каждый прыжок То есть это происходит одновременно Можете посмотреть на записи Понаблюдать, как это выглядит Такая фигня работает до 1200 юнитов Ну, примерно, да Первый прыжок у вас, по идее Сделали в какую сторону вы делаете Сёркл В такую сторону у вас дальше первый прыжок идет То есть если берем сёркл как нулевую Нулевая точка стрейфа Первый прыжок это у вас после сёркла идет Обычно в ту же сторону И потом уже Ну, это Об этом мы еще вернемся Позже в других, да Выпусках Грубо говоря Чтобы вам набирать скорость по прямой Вам просто достаточно Вам, вами должна быть нажата все время кнопка W Вы меняете только две вещи Вы меняете направление кнопки стрейфа А, либо кнопка D Ну, либо как у вас там это сделано Ну, в основном все прыгают Вряд ли тут на стрелочках И меняете параллельно Вместе с этим Согласно, то есть какой стороне Вы меняете в ту же сторону и ведете мышь То есть кнопка влево нажата Мышь идет влево Кнопка вправо И мышь вправо И в этот же момент прыжок И причем вы это должны все делать Только во время приземления То есть во время касания земли Никак это не надо делать в воздухе Это получится медленно И скорость вы будете набирать очень плохо Это вот самая разностраненная ошибка Работайте как это над этим По идее, для максимального набора скорости Вам надо, чтобы промежуток Пустой промежуток Вот когда я не набираю скорость То есть меняю сторону Вы должны в этот промежуток нажимать стрейф По идее Нажимать прыжок И вот у вас получается Заполняется вот эта пустота Которая вы ничего не делаете И вы по сути ничего не теряете То есть вы постоянно набираете скорость Ну это уже такие более тонкие вещи Чем у них мы конечно расскажем скорее всего в следующем видео Почему это происходит Конкретно физика, ЦПМ Но для новичков Людей, которых не особо сильны в распрыжке Назовем вот так Нужно научиться делать вот эти базовые вещи Научиться менять кнопки И проводить мышь Слева направо Одновременно и во время касания с землей Не теряя при этом скорость Все Научиться делать первый прыжок И еще есть такой очень важный момент Это аэроконтроль Давай будем Зажигай Аэроконтроль Ну проще говоря повороты Если так уж совсем грубо Поворачивать можно Даже наверное пятью способами То есть вы немножко отклоняетесь от траектории Непосредственно во время стрейфа Когда прыгаете То есть если постоянно в одну сторону Вас в ту же сторону будет клонить И поворот Осуществляется В основном тремя кнопками Это стрейф влево То есть кнопка Ну там по управлению Наверное Всех по разному Вот это вот кстати упражнение Которое делает сейчас непосредственно Вуди Оно очень важное То есть вы должны научиться Поменять стороны Там влево, справа, направо, налево Там туда-сюда Ага Вот так вот Когда научитесь вот так вот делать Он что делает? Он просто нажимает кнопку стрейфа И ведет в ту же сторону мышь Вы должны научиться Научиться Набирать таким образом скорость То есть вы можете обратить внимание Насколько быстро она у него достаточно растет То есть где-то 2-3 прыга У него хоп соточка Да, ну вот это Надо чувствовать в принципе Систему даже можно сказать Так же как Так же как и при серпле Надо чувствовать вот эту грань Когда в принципе Ну чтобы вы водили мышь С нужной скоростью Да Именно то что Вы должны вести Если будете это делать медленно Скорость набираться не будет Если это будете делать слишком быстро То вы ее будете Искусственно сбрасывать То есть Да Вот если это вот так вот происходит То скорость Она пропадает И у вас не получается То есть вы должны почувствовать С какой скоростью Определенно нужно Ведить мышь Все это Проводится эмпирическим путем Никаких технологий Других По крайней мере Ни я, ни вуди не знаем О других Более секретных Тайных Ниндзя техник Мы расскажем В следующий раз Для более прошаренных Пацанов Вот И Тут еще Повороты Егор Давай Ну и Повороты В принципе Можно осуществлять Кнопкой вперед Кнопкой вперед Вы особо Не наберете Ничего Не так Как кнопкой А и Д Да Но в некоторых Ситуациях Там Ну это Очень специфично И все зависит В принципе От карты От самого Поворота От дальнейшего От препятствий Даже От архитектуры Карты Да То есть грубо говоря Вы должны научиться Пользоваться Кнопками При повороте Кнопкой А и Д Чисто И должны научиться Пользоваться Кнопкой W При поворотах Потому что В зависимости от ситуации Вам может понадобиться Либо тот Либо другой способ И Смысл при этом Поворота То что вы Кнопкой W Можете поворачивать На Такие Не очень острые углы Скажем С минимальной затратой По времени На поворот Грубо говоря То что вы можете Дальше Включить кнопку Стрейфа В ту же самую сторону И продолжить Набирать скорость То есть у вас Задержка между Двумя Наборами скорость Будет минимальной То есть Ну это все Ситуативно Да Это Ну все Очень индивидуально И надо Исходить из карт Ну и про повороты Кнопкой W Мы еще вернемся Опять же В других Видео В других Уже посвященным Другим нюансам Да И там Более подробно Объясним Конкретно почему То есть Это видео Такое Вводное Встрейф Но уметь Все равно Это надо Да Без этого Никуда не двинетесь Так Ну что ж Теперь я думаю Надо показать Демочку Замедлений Да Давай мы Вливнем сервера Покажем демку И Обратим еще раз Внимание Давай выставляем Таймскейл 0.3 Сразу И на 3 запускаем Раз Готов Подожди 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 Так Готов Готов Раз Два Три Это демка Хокса Это мировой рекорд Здесь мы можем Увидеть Что он тоже Зажимает кнопку W Для того Чтобы сделать Правильный Circle Jump Второй прыжок У него тоже В ту же самую Сторону В которую У вас Вшел И Circle Jump Собственно И тут Дальше Идут прыжки Такие Что Он меняет Правильно Слева Направо Стороны И заметьте Как и мы говорили Что это надо делать Все одновременно Уводить мышь Менять кнопку И нажимать прыжок Это все должно быть Одновременно В принципе Вы должны Оттачивать Только По сути Эти навыки На начальной стадии Ну еще и повороты Ну да И по идее Для Не то что для По мере игры Все равно Вы будете Это Как только вы поймете Схему Как это нужно делать У вас это будет В принципе Интуитивно получаться И вам надо будет Просто оттачивать Как бы То есть Ничего по идее Сложного В том что вы Одновременно Это все же Менете Нету Самое сложное Это оттачивать Это делать Все точно Это просто Механика Называется Да Это механика А еще Я сейчас Вам покажу Еще Есть Пара Упражнений Как Восьмерку Я вам показывал То что Можете Понабирать Вот так вот Скорость На земле Кстати Рекомендую Карту Оттельт 0.21 Это прямая Как раз Лучшая карта Для того Чтобы отточить Скилл Либо та Которая была Раньше Это называется Strayfget2 Название карты Оно вот здесь Сейчас вам покажу Вот Оно у меня пишется Ну список карт Мы Или ссылки Я не знаю Решим наверное Попозже Мы все равно Прикрепим к описанию Так что Можете не беспокоиться Все будет В лучшем виде Все для вас Да Еще Есть такое упражнение Когда вы можете Оттачивать Поворот мыши Вот прыгая на месте Вместе с прыжком Что у вас там Происходило То есть это вот так Примерно выглядит Уводите мышь Слева направо Причем это делаете В момент Сприкосновения с землей То есть Оттачиваете Это движение И старайтесь Уводить их На одни и те же углы Мыши Конкретно на какие Естественно Все будет В следующем видео Все Просто это видео Про то Это видео Про то Про то Это видео Про то Это видео Я тебе отвечаю Да Ну в принципе Вот Самый вот Старт Который нужно знать Он был Дан Я считаю Да Ну что ж Спасибо что смотрели И до До скорых Удачи в начинаниях Увидимся на серверах Пока Да Удачи Субтитры сделал DimaTorzok